Основная цель семинара – обмен опытом Одинцовскому району, есть чем поделиться. Система образования нашего района работает довольно успешно. Из 31 тысячи учащихся, 327 несовершеннолетних стоят на учете в детской комнате милиции. Это всего лишь 1% от общего числа школьников. Несмотря на столь низкие показатели, Одинцовские педагоги считают, что это недоработка не только родителей, но и учителей. Об этом говорила в самом начале встречи Наталья Караваева, начальник сектора по дополнительному образованию Управления и образования Администрации Одинцовского района. Казимир Иванович Лепницкий, начальник Центра управления социально-педагогической поддержки детства Академии социального управления, в своем докладе отметил, что по официальной статистике Всемирной организации здравоохранения в мире кончают жизнь самоубийством 1 миллион 100 тысяч человек в год. Россия занимает в этой статистике золотую середину. По словам Корнея Ивановича, в нашей стране проблема суицида несовершеннолетних пока стоит не совсем остро, но требует большого внимания и тщательной проработки. На сегодняшний день это не первое мероприятие, которое проводится в Московской области. Мы проедем по всем зонам с тем, чтобы можно было бы поговорить о этих проблемах и понять, куда двигаться дальше. Потому что все, что мы сегодня с вами обсудим, те вопросы, которые мы поднимем, безусловно, мы будем обсуждать потом и у нас в Академии, и в Министерстве образования. На семинаре прозвучало еще несколько неприятных фактов. Самый проблемный склон их к суициду возраст – 10-14 лет. К самоубийству склонны преимущественно мальчики. В 2012 году в Московской области ушли из жизни суицидально 18 несовершеннолетних. Протерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, в своем обращении к присутствующим на совещании не стал делать акцент на ужасающих цифрах и статистике. Он попытался выяснить, почему у детей посещает мысль о суициде. Профилактики и суициды, и наркомании, и других диверантных, разрушительных, деструктивных удивлений в нашей жизни необходима неотложная, скорая помощь. Нужно спасать конкретных людей, которые попали в такую ситуацию, принимать совершенно ощутимые меры, но не видеть всего поля деятельности, не включать дальнозоркость, не применять так называемую дальнозоркую позицию, это была бы ошибка. У нас догонятельная политика, мы реагируем. А чтобы проводить профилактическую работу, здесь нужно понимание всего в целом. Татьяна Владимировна Песничевская, педагог-психолог Одинцовского центра диагностики и консультирования, обозначила еще одну проблему, популярную среди подростков и в некоторых случаях приводящую к суициду. Это буллинг. Понятие это пришло к нам из Америки, но распространено было еще в Советском Союзе. Буллинг определяется как длительный процесс сознательно жестокого обращения со стороны одного или группы детей к другому ребенку. На семинаре рассматривались пути решения проблемы буллинга. Также Одинцовские педагоги познакомили гостей нашего района со многими другими программами в системе воспитания молодежи.